Сегодня Святая Церковь предложила нам очень важное по содержанию Евангелие. Сегодня Сам Христос говорит с нами. Ведь те слова, которые мы слышим из уст Христа, они должны быть применимы к нашей с вами жизни. Мы не должны читать Евангелие, как будто книгу, давно написанными евангелистами. Мы должны читать Евангелие, как книгу, которая адресована мне, каждому из нас. Для чего? Не для того, чтобы интересно прочитать и знать содержание. Нет, для того, чтобы следовать написанному, для того, чтобы исполнять. Потому что Сам Христос говорит блаженные, слышащие Слово Божие и исполняющие, то есть хранящие Его. И вот сегодня, дорогие братья и сестры, очень важное Евангельское благовестие Святая Церковь предложила нам о нашем с вами взоре, о рассудительности, о том, насколько мы должны ответственно относиться к тому, что нас окружает. Скажу вам совсем недавно, мне довелось разговаривать с одним, вернувшимся в отпуск, нашим бойцом, защитником нашего Отечества. Он занимается вопросами медицинской помощи, больным, раненым, вывозит оттуда людей, которые получили тяжелые ранения, вывозит оттуда погибших воинов. И вот, разговаривая с ним, он поделился, чем самым главным руководствуется он там, на фронте, там, за красной ленточкой, как сказали бы сегодня. Самое главное, батюшка, это осмотреться. Вот не сразу даже помогать больному, не сразу наброситься, не сразу перебинтовать или там наложить жгут, дать какое-то лекарство. В первую очередь нужно осмотреться, нужно оценить обстановку. Видите, как на фронте, не просто давай-ка сразу. Нужно осмотреться, оценить обстановку, оценить ситуацию, а лишь потом, помолившись Богу, это православный человек, наш прихожанин, помолившись Богу, Господи, благослови помочь этому больному, раненному, все, больше никакую молитву не успеваешь прочитать, там больше некогда читать, там надо помогать. Осмотрелся, оценил обстановку, Господи, благослови, и пошли перебинтовать, накладывать жгут, спасать раненых, выносить погибших, и снова. Вы знаете, что туда идут на 8 дней? Туда в самое пекло. В 8 дней их меняют. 8 дней и меняют, другие идут. А у этих ребят медицинского блока, они все время туда идут и все время помогают. Там всегда и первые 8, и вторые 8, есть и раненые, есть и убитые. И каждому из них нужно оказывать помощь. И вот прежде всего нужно осмотреться, оценить ситуацию. Откуда это мы знаем? Откуда это заложено в разумном человеке? Особенно тогда, когда мы стоим перед лицом испытаний, а может быть даже и перед лицом смерти. Об этом сказал сегодня Христос. Удивительные слова, которые мы слышали сегодня. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Разве здесь говорится только о нашем физическом зрении? Хотя действительно, каждый из нас должен понимать, насколько дар Бога видеть удивительный дар человеку. Видеть не просто происходящее событие, а смотреть на них для того, чтобы их оценить. Для того, чтобы оценить ситуацию, сориентироваться. Для того, чтобы увидеть выход из той или иной ситуации. Вот для чего глаза. Не для того, чтобы мы смотрели, развлекались и удовлетворяли себя какими-то зрелищами, на что ориентирует дьявол. А для того, чтобы ты оценил обстановку. Ты посмотрел вокруг, посмотри. Посмотри вокруг себя и сделай вывод. Научись жить потому, что видят твои глаза. Не случайно Господь говорит, взгляните на птиц небесных. Слышите? Он говорит опять, взгляните, для того, чтобы мы не видели птиц, Господи. Что мы воробьев не видели, что мы не видели скворцов. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их. Смотрите, мы должны взирать на окружающий мир не для того, чтобы просто наслаждаться зрелищем, а для того, чтобы оценивать, для того, чтобы осмотреться и вести себя так, хотя бы, как устроен окружающий нас Божий мир. Но кто-то скажет, ну мы же не можем подражать птицам. Мы не можем летать. Мы вообще не можем, как они, ничего не делать. Нам надо зарабатывать, кормить семью. Нам нужно работать. Но разве Христос призывает этим к бездеятельности? Наоборот, он показывает, посмотрите, как птицы, они летают, порхают, собирают, вьют гнезда, они вообще минуты не сидят. Это нам кажется, что они просто так летают. Они раньше нас встают, Бога славят своими песнопениями. Они славят Господа, всякая тварь прославляет Господа. Мы с пива, они своим песнопением уже Бога Творца ублажают. Посмотрите на птиц небесных. Они ведь то же самое прославляют Господа и стараются обустроить свои гнездышки. У них также появляются птенцы. Они заботятся о своих маленьких птенцах и трудятся. Причем они не ленятся, они не занимаются так, как у нас, пустотой, куда уходит наше время жизни, на развлечения, на всевозможные сплетни, на какие-то разговоры ненужные. Они этим не занимаются. Посмотрите, оцените обстановку, оцените окружающий вокруг вас мир. И снова Христос говорит зрячим. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает. Коль ми паче вас, маловеры. И так Христос говорит, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Посмотрите вокруг на окружающий мир. Именно вот таким взором рассудительности. Осмотритесь, посмотрите, чем живет мир. Достаточно включить телевизор, и вы увидите. Бери, покупай кредиты. Ты сможешь приобрести. А вот это, смотри, вот туда поедешь, это увидишь, это купишь. Этим будешь наслаждаться весь этот мир. Греховный мир зовет только к земному. Приобретай, покупай. И у человека пробуждается вот такая страсть купить. О, у меня этого нет. Поеду. Сколько стоит? Закажу. Да уже ездить не надо. Можно заказать там на Азоне, на Вальбересе. Домой привезут. Красота. Живи, выбирай. Смотри, покупай. Наслаждайся. А Христос говорит, не ищите. Не ищите, даже не смотрите, что вам есть, что пить, во что одеться. Всего это ищут язычники. Неужели вы не видите, что люди живут ради этого? А вы работаете. Шесть дней трудитесь для того, чтобы прийти в храм Божий, помолиться. Еще посмотреть, может быть, кому-то помочь. Сколько бедных, сколько убогих, сколько раненых. Сколько раненых бойцов. А сколько нужно помогать фронту. Сколько еще нужно наплести сетей маскировочных. Как продолжают наши труженицы плести в эту жару. Они приходят не для вот, чтобы купить. Им за это не платят. Они еще свое время отдают. Потому что они понимают, что искать всего этого, что ищет языческий мир, нам, христианам, Христос запретил. Разве Господь не знает, что мы нуждаемся в одежде? Разве так много нужно? А посмотрите, зайдя в свой шкаф. У вас столько необходимое? Или у вас даже есть то, что вы уже по полгода ни разу не одевали? А может быть и больше? Посмотрите, осмотритесь вокруг. И вы увидите, сколько такого ненужного нами приобретено, куплено. На что были потрачены наши средства. На что было потрачено время нашей земной жизни. А время жизни сокращается. И так, говорит Спаситель, не заботьтесь и не говорите, что нам есть и что пить, или во что одеться. Ибо Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. И вот теперь Христос открывает самое главное. А как же дальше жить? Неужели оставить все, в чем мы жили, во всем, к чему стремится этот мир? Ко всему тому, к чему стремятся прогрессивные люди, как они называют себя успешными? А Христос говорит, ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. И это все приложится вам. И так не заботьтесь о завтрашнем дне. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. А что будет завтра? Как же нам не беспокоиться, Господи? Как нам не переживать? Такое время. Как же будет? Что есть будем? Что пить? Смотрите, как мы осуетились, как мы стали жить по-язычески, хотя каждый из нас на груди носит крестик. Христос зовет совсем другой жизни. Вот потому, дорогие братья и сестры, мы должны искать прежде Небесного. А потом земное все приложится, все у тебя необходимое будет. Но тот, кто ищет только земного от Него и Небесное удаляется, такой и земного лишится. А тот, кто будет искать Небесного, то все по слову Господа приложится. И как это о завтрашнем дне не заботиться? Как это, Господи? А что будет завтра? Дорогие братья и сестры, завтра будет Бог. Он вечен. Он вчера и ныне, и вовеки тот же. Поэтому, если ты будешь с Богом, ты никогда не будешь по слову Христа жаждать и голодать. Приходящие ко мне никогда не будут жаждать и алкать, сказал сам Спаситель. Поэтому, упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица, святая слава тебе. У завтрашнего дня хватит своих забот. Люди, перестаньте волноваться, перестаньте бояться, перестаньте страшиться, перестаньте заботиться о нескольких годах вперед. У завтрашнего свое будет. И те, которые пугают нас какими-то катастрофами и прочим-прочим катаклизмами, какими-то бедствиями, мы можем до них не дожить. Да и бедствия могут быть разрушены, и может прийти совсем другая ситуация, которая обрадует верующих и огорчит безбожников. Ведь все меняется в этой жизни. Надо не бояться, надо довериться Богу. Надо довериться Ему. Представляете, как это просто. Ведь дальше, в сегодняшнем послании к римлянам, как бы подтверждаю эту мысль, говорит святой апостол. И так, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей. И не с ним только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Но Бог своей любовью к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. «Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева». Эти слова пятой главы апостола Павла к римским христианам должны укрепить в нас прежде всего веру, упование на Бога, осмотрительность вокруг себя. Давайте, дорогие братья и сестры, послушаем этому мудрому совету нашего воина. Прежде всего осмотреться, прежде всего рассудительно подойти ко всему, что нас окружает, оценить обстановку. Но самое главное, всегда оставаться с Богом. И тогда Бог всегда будет с тем, кто уповает на Него. Ведь так сказал пророк Исаия, слова которые вспомним сегодня и все мы. «Надеющиеся на Господа, обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Аминь». «С праздником вас, с воскресным днем, и пусть каждый воскресный день для каждого из нас будет истинным праздником нашей рабочей недели, нашей малой Пасхой, когда воскрес из мертвых Христос». «Аминь». Продолжение следует...